Всем здравствуйте! Слова о том, что Бог забирает лучших, давно стали штампом. Но в отношении Лазарева иначе не скажешь. Его уход стал шоком и для родных, и для коллег, и для поклонников. В актерской среде все знали, что артист был болен. А Лазарев продолжал работать, для него не существовало ни выходных, ни отгулов. И хотя пошаливало сердце, сцену он не оставлял. О коронарном шунтировании знали только самые близкие. Накануне событий кумир миллионов перенес плановую урологическую операцию, а после выписки родственники увезли его на дачу. Мол, все прошло успешно, опасность отступила. Первые погожие дни любимец публики наслаждался размеренной загородной жизнью. Ночью ему стало плохо, он потерял сознание, сообщил тогда журналистам Александра Лазарева. Мы вызвали скорую, но медики, увы, были уже бессильны. Врачи пока не установили точную причину, но предполагают, что у папы оторвался тромб. Последнее пристанище артиста на престижной актерской аллее Троекуровского. Тут же Влад Галкин, Николай Караченцев, Марина Гулуб, семья Александра Дедюшко, жена Леонида Куравлева, певец Александр Барыкин. Спустя два с небольшим года появился красивый памятник из черного диабаза. Саша петербуржец, поэтому заказали в старинном русском стиле. Я, посоветовавшись с сыном, решила, что это будет русская православная, похожая на памятник Достоевскому в Александро-Невской лавре. Помогали нам союз театральных деятелей и театр имени Маяковского, рассказывала вдова артиста Светлана Немоляева. По словам работников Троекуровского, монумент Александра Сергеевича содержится в идеальном порядке. Вот уже девять лет сюда не зарастает народная тропа. Родные регулярно навещают, да и поклонники без конца несут живые цветы, подолгу стоят тут и плачут. Они благодарны Лазареву за его роли, за радость, которую он дарил в театре и кино. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.